МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Махачкала-Ташкент теперь быстро и с комфортом. Прямой авиарейс Дагестан-Сбекистан запустят 9 мая. Их голоса красивы и узнаваемы, а речь правильная и проста. Сегодня поздравления принимают все те, кто в России причастен к радио. Ценный, старинный и сердцу дорогой. В селе Лунцуколь семья Магомедовых владеет священным Кораном с вековой историей. Подробности у наших корреспондентов. Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении ребенка тренером из Дагестана. Инцидент произошел на всероссийских соревнованиях в Оренбургской области. Эти кадры, где мужчина бьет своего юного подопечного, накануне получили распространение в социальных сетях. Тренером оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент, Карабудахкентского района. В Министерстве спорта Дагестана прокомментировали инцидент и отметили, что Алаудин – частник, он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения своей деятельности. Его подопечные в основном дети его родственников и знакомых. При этом стало известно, что аналогичные насильственные действия мужчина применял к юношам в ходе занятий и ранее. Тем временем Махачкалинку будут судить за истязание 4-летней дочери. Следственным комитетом Республики завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. По версии следствия, с января по март этого года она наносила увечья своему ребенку металлическими предметами. Отметим, что задержанная ранее судима по статьям об убийстве и незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. И к другим темам. 9 мая национальная авиакомпания Узбекистана запускает регулярные вылеты из столицы Дагестана в Ташкент. Об этом сообщил министр туризма Республики Эмин Мирданов. По его словам, аэропорт Махачкала увеличивает количество прямых рейсов в связи с большим интересом к нашему региону у жителей дружественных стран, в их числе и Узбекистан. В прошлом году для пассажиров были доступны прямые внутренние рейсы по 22 направлениям, а к лету текущего года их число возрастет до 31. Ранее в пик туристического сезона воздушная гавань выполняла до 90 вылета в сутки, а в этом году планируется увеличить до 100. Сегодня поздравления принимают все те, кто в России причастен к радио. Почему 7 мая? Потому что именно в этот день, 129 лет назад, выдающийся изобретатель Александр Попов представил первое устройство для приема и передачи сигналов на большие расстояния. Казалось бы, старое доброе радио уже давно должно было уйти в прошлое, но нет, с приходом цифровых технологий оно не теряет популярности. Наша съемочная группа побывала на республиканской радиостанции «Ватан» и узнала о работе в современных условиях. Слово Курбану Рагимову. Нам отправили шары. Подарки от преданных слушателей. Сегодня слушатели радуют их, а вот уже 17 лет работники радиостанции «Ватан» создают настроение жителям нашего региона. Это первая площадка в республике, на которой начали говорить об исламе. Пять раз в день здесь звучит азан и читается священный Коран. «Ватан» призван донести суть религии до людей, но контент в эфире рассчитан на широкую аудиторию. От передачи о психологии и здоровье, до интересных проектов о саморазвитии, бизнесе и многом другом. Здесь всегда ставили перед собой задачу быть актуальными как для подростков, так и для взрослых. Сейчас на волнах радиостанции «Ватан» и сугубо религиозный контент в поисках истины, и утренняя передача «Доброе утро», когда мы пытаемся зарядить порции такого хорошего настроя и позитивного настроя на целый день. Есть радиокоучинг. Это тема, которая очень интересна людям, которые хотят быть в моменте, они хотят какой-то мотивации и прочее. Радиокоучинг, пожалуйста. Тот, кто следит за своим здоровьем, пожалуйста, 10 тысяч шагов. Слушайте, смотрите. Есть передачи для женщин, истории с подвижниц, хрустальные шкатулки, именно для наших женщин, для наших сестер сделанные. Передача «Семья от Адая», которая говорит обо всех проблемах, с которыми сталкиваются в семье. Проблемы мужчин с женщин, с детьми, взаимоотношения и так далее. Есть психология. Каждый день слушатели получают знания, настроившись на волну 106.6 или открыв мобильное приложение. Для многих «Ватан» – это связь с Родиной. Любой человек, где бы он ни находился, скачав приложение «Радио Ватан», можете его слушать где угодно. К нам звонят с Норвегии, к нам звонят с Якутии, к нам звонят с Москвы, с Питера, с Камчатки, откуда только они звонят. Поэтому скачайте приложение, слушайте, где бы вы ни находились. Сегодня «Ватан» продолжает дело, начатое Шамелем Алиевым в 2007 году. После его трагической смерти в 2010-м радио возглавил Жамалдин Алиев. «Ватан» продолжал покорять новые высоты, но в 2020-м из жизни ушел и сам Жамалдин. За годы работы сменялись многие руководители, но какой бы этап ни проживал радиостанции, она всегда была полезна людям и продолжает быть таковой. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Семейный хранитель старинный Коран в селе Унцупуль семья Магомедовых владеет священной книгой с вековой историей. Вот уже на протяжении 120 лет она передается из поколения в поколение. Известно, что издание редко и в прошлом принадлежало внучке имаму Шамиля. Подробнее в сюжете моей коллеги Тамары Самедовой. Пройдя свой вековой путь, этот редкий Коран оказался в руках Ханум, новой его владелицы. Девушка бережно хранит священную книгу вот уже 15 лет. Это издание досталось в прошлом ее прабабушке в качестве подарка от жены Махача Дахадаева, внучки имамы Шамиля. Когда у них в гостях была моя прабабушка, получается, зовут ее Заргат, они, когда ей было где-то 7-8 лет, ну, так я помню по рассказам бабушки, подарили ей Коран. И она его так хранила и, получается, подарила своей дочке. И от бабушки мне тоже передался этот Коран. И я его тоже ценю и храню. Очень бережно отношусь. Бывает, что я достаю и в некоторых моментах, ну, стараюсь прочитать. И как раз тут идет не Казанский шрифт, к которому мы привыкли раньше читать все, а тут Мединский шрифт, получается, Корана. Можно легко прочитать. Узнав о семейной ценности, историки заинтересовались священным писанием и предложили передать их в музей. В то время он хранился еще у бабушки Ханан, которая решительно отказалась передавать семейную реликвию в чужие руки. Когда узнали про то, что вот хранится у нас в семье есть такой Коран, историки обращались к нам. Ну, это было еще 10-15 лет назад, точно не помню. Но я была маленькая, я помню. Еще в мои руки этот Коран не поступил. Был еще у бабушки хранился. И когда они к нам обратились, наша семья отказалась. После этого мы старались про это умалчивать и как бы никому не рассказывали, что есть такое вот. Но несмотря на то, что сейчас существование Корана знают немногие, местному имаму села о нем было известно. И он считает, что эта книга является бесценным благом от Всевышнего. Алхамдул-Ллах, у нас в селе есть реликвии, связанные с временами имама Шамиля, рахмю Аллах. И одним из таких является священный Коран, который принадлежал внучке имама Шамиля Нафисат, и который она подарила одной из жительниц селения Унсукуль. И до сих пор из поколения в поколение, который передается на сегодняшний день, он у этих потомков хранится тоже. Помимо Корана, в доме Магомедова хранится и стихотворение сестры имама Махачада Хадаева. Написаны они были после смерти революционера. Оттого есть символическое название «Магу», что с аварского переводится как «слеза». Получается, после его смерти они, ну, для них было большое горе. Вот на этой фотке, тут написано сзади, «Сураталда чун руго Махачада Хадаева сэбель ваэ суляц». Тут мама и его сестра, получается, на фотке. Печатные стихи, как еще одна доказательство того, что предки семьи Магомедовых были в тесном взаимодействии с потомками имама Шамиля и с родными Махачада Хадаева. А священное писание, подаренное им, стало не только семейной реликвией, но и их защитой от зла и бед. В дальнейшем хранится. И к новостям спорта в Махачкале прошло первенство по армейскому рукопашному бою в памяти погибшего на СВО героя Нурмагомеда Гаджимагомедова. Турнир провели между младшими, средними и старшими, юношами и юниорами. Где спорт, там есть единство, единение. Вы знаете, в последнее время глава государства, глава республики Дагестан всегда нам говорит, что единство – сила. Мы сегодня объединяемся вокруг нашего героя и говорим, мы едины во всех начинаниях республики и государства. По итогам соревнований победители и призеров первенства наградили грамотами, медалями, дипломами и кубками. Отметим, что на мероприятии присутствовала и мать героя Сапишат Мазаева. Спорт он всегда объединяет, он подтягивает, он дисциплинирует. Хочется, чтобы каждый был похожим внешним и внутренним миром на моего сына, как и мой сын, так и на всех ребят, на героев. Организаторами мероприятия выступили администрация города Махачкала и Федерация армейского рукопашного боя Дагестана. Чемпионат Дагестана по футболу и волейболу среди учащихся духовно-образовательных учреждений состоялся в Махачкале. Участие приняли сотни молодых людей с разных уголков региона. Организатором выступил муфти от республики. Подробнее в сюжете – Хамзунар Магомедова. Два насыщенных спортивных дня прошли для студентов СУЗов и ВУЗов в духовно-образовательных учреждениях республики. К главному этапу происшествовал отбор на местах. В Махачкалу приехали финалисты из четырех территориальных округов. Цель, конечно, в первую очередь ставила, чтобы ребята, которые обучаются целый день, проводят свое время за партой, за учебой, за книгами, чтением книг, чтобы они чуть развелись. Это первая цель. Вторая цель, конечно, чтобы они познакомились друг с другом, потому что есть ребята, которые учатся в Южном Дагестане, в нашей республике. Другие ребята приехали с северного территориального округа, это город Кизляр. Третьи приехали из горных сел нашей республики. Это село Андех, муниципы и так далее. Поэтому цель ставила, чтобы их объединить, познакомить друг с другом. Всего финальный этап пробились 15 команд. Как по футболу, так и по волейболу. Это более 120 человек. В жарких баталиях победы в турнире по футболу заняла команда Дагестанского теологического института из Черкея. Была задача представить достойно тот институт, в котором они учатся. И чтобы они были вообще в любом месте, умели себя представлять. Было сказано, даже если они проиграют, чтобы все было без спору, без руганий и так далее, чтобы о них после игры думали, вот такие хорошие ребята. Мы в этом году второй раз уже играем на этом чемпионате. В прошлом году тоже заняли второе место. В финале проиграли Дио. В этот раз в команде Черкей. Все нормально, на высшем уровне было. Мне понравилось. Не менее интересные игры нас ожидали на волейбольном турнире. Здесь, в упорной борьбе, сильнее оказались студенты Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа с Махачкалой. Сегодня мы здесь, как одна семья, собрались для того, чтобы в дружеской атмосфере немного отличься от учебы и укрепить свои братские отношения. Именно выбранные командные игры для того, чтобы дух командный, дух коллектива укрепился и чтобы это помогало им для дальнейшей коллективной работы. Старались, тренировались, готовились к миру, наша команда «Дио»ская. В итоге, как и ожидалось, как мы планировали, заняли первое место. Алхамдуллах, организаторам Бархалла, потому что такой хороший турнир сделали. В дальнейшем тоже надеемся, что будет на таком высоком уровне. Насколько тяжело было выиграть? Честно сказать, конкуренция была сильная. Команды готовы, видно, что у них есть хорошие игроки. И было очень тяжело, что полуфинал, финал. В общем говоря, очень высокий уровень вольбола здесь был. Все победители и призеры по итогам турнира получили копки, медали, грамоты и денежные вознаграждения. Однако главная цель, как отмечают организаторы, а это муфтия Дагестана, это укрепление братства и единства в студенческой среде. Хамзан Нурмагмедов, Шамиль Хирия Сулаев, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин